С нами на связи Сергей Хландевт от Херсонского областного совета. Сергей Владимирович, рады вас приветствовать. Добрый вечер, мы из Украины. Херсонщина — это Украина. Слава Украине! Героям слава! Полностью вас поддерживаем в каждом вашем месседже. Сергей Владимирович, традиционно в начале каждого нашего общения с вами, пожалуйста, от вас оперативная информация по херсонскому направлению, возможно, по городу Херсон. Вам слово. Ну, вчера вечером наши вооруженные силы нанесли абсолютно четкий уничтожающий удар по скоплению техники в районе Скадовска. И очевидцы говорят о том, что там зарево как раз перед Скадовском, это со стороны Каланчика, за очистными сооружениями, стояло выше, чем пятиэтажный дом. Причем, если еще принять во внимание то, что это окраины Скадовска, то там были уничтожены как раз скопления цистерн с дизельным топливом, которые свозили оккупанты с Российской Федерации через оккупированный Крым как раз на правобережье. И оккупанты думали, что Скадовск и Каланчак — это те места, которые недоступны для поражения наших систем залпового огня. Но оказалось, что это абсолютно не так. Они их даже маскировали такими, знаете, определенными, наваривали каркасы, которые завешивали москитной сеткой, придавая видимость не цистерн, а фур. И свезли туда большое количество как раз топлива, новой техники, техники инженерно-строительной, для того, чтобы проводить ремонтные работы дорожного покрытия по транспортным артериям, которые уничтожены как раз нашими вооруженными силами, как логистических цепочек поставок вооружения к линии фронта. То вот как раз заливо продолжалось со вчерашнего вечера, и сегодня еще днем были довольно-таки сильные пожары как раз в районе Скадовска. Также очевидцы говорят о том, что в Брелевке был нанесен очередной удар. И там, где мы все помним, в пятницу было уничтожено большое скопление, с сорокавагонный состав как раз оккупантов, и вместе с тем ранее разгруженные боеприпасы на складах железнодорожного узла в Брелевке. То есть вот такие вот последовательные, точечные и точные удары нашей артиллерии уничтожают тыловые запасы противника, все дальше и дальше отодвигая их к оккупированному Крыму. И на сегодняшний день оккупанты, как они думают, еще безопасно размещаются в Новотроицке, в Чаплынке есть размещение оккупантов, ну и в Геническе. Но как раз наши вооруженные силы вместе с уничтожением тылов противника очень удачно уничтожают как раз и полевые склады россиян по линии фронта. Это очень удачно делает наша авиация. И это каждый день мы видим в сводках командования Пивдень, где приводятся данные о том, сколько уничтожено полевых складов, невзирая даже на то, что оккупанты последнее время начинают их рассредотачивать по линии фронта. Но наши вооруженные силы находят их абсолютно везде и последовательно уничтожают. Сейчас уже абсолютно виден дефицит и вооружения, и боеприпасов, потому что восстановить логистические транспортные артерии через Днепр им все-таки не удается, несмотря на свою пропаганду, что якобы они там что-то ремонтируют, наводят какие-то понтоны. Но абсолютно это полная ерунда по сравнению с теми потребностями, которые им необходимы. Поэтому я могу сказать, что стратегически мы имеем довольно-таки серьезный перевес как раз в ходе боевых действий и на линии фронта, и тактически продвигаемся все ближе и ближе к Херсону. Хотелось бы еще задать вопрос о мирном населении. Насколько у вас есть доступ информации к тому, каким образом ведется партизанское движение в Херсоне и в области? Насколько есть возможность людям получать, по крайней мере, самое необходимое для нормальной жизни даже в условиях боевых действий? И насколько есть возможность выехать или эвакуироваться из мест, где наибольшее происходит столкновение, обстрелы? Немножко про мирное население можете рассказать? Какая у вас есть информация? Мирное население сейчас уже, знаете, в ожидании вооруженных сил, не в надежде. Надежда была раньше. И раньше люди... Неправильно немножко. Надежда была всегда, но раньше люди уже, знаете, впадали в какое-то безверие, потому что до последних наших как раз таких серьезных удач на фронте и как раз тактических продвижений люди уже очень часто задавали вопрос, скажите, ну правда вы нас освободите? Правда? Правда будет освобождение? Сейчас таких вопросов абсолютно нет. Но сейчас вопрос стоит единственный, основной, когда? Потому что люди видят, абсолютно видят и уже слышат в каждом населенном пункте присутствие наших вооруженных сил. Они видят, как уничтожаются склады противника абсолютно везде. И сейчас вот вторая волна выезда, как раз из оккупированных территорий, потому что действительно ситуация гуманитарная доведена уже до такого абсолютного кризиса. И люди сейчас все-таки пытаются выехать. И единым пунктом возможным выезда на подконтрольную территорию Украины является Васильевка в Запорожской области. Но надо понимать, что через Васильевку выезжают и люди с Донецкой области, с Запорожской области, с Херсонской области. То есть там абсолютно большая такая логистическая пробка. И в очереди стоит иногда и в среднем по 2000 автомобилей. Люди выезжают от 4 до 7 суток. И это происходит еще на фоне очень большой жары, температуры, которая сейчас есть в южных наших областях. Иногда оккупанты блокируют выезд, блокируют абсолютно по непонятным причинам. Они не объясняют причины остановки пункта пропуска. Люди идут пешком по этой жире с маленькими детьми. Есть беременные, есть пожилые люди. То есть ситуация критическая, но люди выезжают. И надо понимать еще, что люди выезжают за последние деньги, которые у них есть, потому что работы нет, доходов нет. Единственное, за счет чего на сегодняшний день выживают люди, это за счет того, что обеспечиваются проплаты из государственного бюджета, пенсии, социальные выплаты, пособия на детей. Все это происходит. И сегодня пошли выплаты по геническому району, потому что они были заблокированы там в связи с непредвиденным сложением полномочий родского головы. И было довольно-таки сложно восстановить проплаты. Но сегодня получили выплаты уже и учителя генического района. То есть абсолютно вся Херсонская область, несмотря что она находится в оккупации, она финансируется из государственного бюджета. И это есть единственным таким джерелом доходов наших грамотян. И за счет чего на сегодняшний день выживают люди в оккупированной Херсонщине. И еще в продолжении ваших тезисов касательно настроений внутри Херсонщины, так невероятные спецоперации, это цитата, так проментировал работу украинских партизанов советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк. Он сказал, что о работе украинского подполья будут слагать легенды. Прямая речь далее, и эту тему обсудим. Российских оккупантов лишают сна не только Хаймарс, но и украинское движение сопротивления. Придет время, и мир узнает о невероятных спецоперациях, проводимых нашими партизанами в тылу врага. Пока же российские чиновники отказываются от должностей в оккупационных администрациях. Ведь ночь темна и полна ужасов. Михаил Подоляк, советник руководителя Офиса президента Украины. Вы уже сказали о том, что сейчас херсонцы ждут, когда вооруженные силы Украины освободят Херсонскую область. Но ведь мы же понимаем, что российская пропаганда говорит абсолютно другое, абсолютно иное, что херсонцы, таи, те люди, которые сейчас находятся на территории подконтрольной Украины, якобы ждут освобождения. Мы уже видим, что освободили Северодонецк до того, что сейчас разделяют мужчин и женщин, привозят мобильные такие душевые кабины, и по очереди каждый человек приходит на центральную площадь и там принимает душ. Хотя до такого освобождения люди могли это делать каждый в своей квартире с горячей водой, без проблем, без никаких графиков. Но это я к чему? Расскажите о настроениях в городе Херсон и о действиях в городе Херсон. Как работают сейчас партизаны? Как сейчас работают обычные граждане, которые ждут вооруженных сил Украины? Ведь мы понимаем, что кроме вооруженных сил Украины, кроме их работы, нужна еще работа и самих граждан по освобождению их города от незваных гостей. Работа партизан с каждым днем усиливается. И партизанское движение – это действительно то движение, про которое будет написано и много книжек, и сняты фильмы, потому что это героическое движение, которое, несмотря на все усиление фильтрационных действий, несмотря на все усиление обысков и тоталитарного преследования, с каждым днем только усиливается. И наши партизаны каждый день пробуждают и Херсон, и Херсонскую область с новыми листовками, с листовками преследования коллаборантов. Они говорят о том, что каждый коллаборант виден. И движение партизанское и Херсонской области – это такой символ красный глаз из-под черного плаща, который говорит, что мы видим каждого коллаборанта и придем к каждому коллаборанту. И как раз вот это преследование коллаборантов, мы видели, как недавно в Херсоне был взорван автомобиль с двумя коллаборантами полицейскими, его как раз оприлюднула служба беспеки Украины. И мы видели покушение на гауляйтеров, которые соглашались работать с оккупантами и которые пропадают из информационного поля зрения. И мы видим, как наши партизаны охлаждают горячие головы даже тех, которые пытаются начать работать с оккупантами, либо то в погоне за каким-то заработком баснословным, либо за стремительной карьерой, которая до этого прослеживалась от уборщицы, становиться гауляйтером целого района. На сегодняшний день таких людей нет. Примечательно то, что как раз партизанское движение воодушевляет наших людей в оккупации, доносит информацию того, что все пропагандистские СМИ Российской Федерации это есть не более чем фейк, что вооруженные силы рядом, что освобождение неминуемо. И как раз, знаете, примечательно то, что из сегодняшнего расследования СБУ, которое было оприлюднено, говорится о том, что в так называемом секретном задании проведения референдума со стороны Российской Федерации даже те предатели и коллаборанты, которые есть, к большому сожалению, в Херсонской области, мы абсолютно знаем их все имена, они обязательно понесут ответственность, но даже они докладывают российским своим кураторам, что настроение людей в Херсонской области к России крайне негативно. И говорит о том, что проведение референдума не поддерживается людьми в Херсонской области. Это признают даже сами коллаборанты и оккупанты. Они понимают, что любое навязывание мнения, несмотря на работу пропагандистских каналов, не пройдет в Херсонщине. Херсонщина остается не сломленной, Херсонщина остается сильной духом и волей, и каждый херсонец ждет освобождения вооруженными силами Украины, и каждый херсонец в душе был, есть и будет украинцем. И Херсон – это Украина. Несомненно. Вы просто сказали про тех коллаборантов, имена которых известны. Вот немножечко просто уточнение. Я хотела как раз об этом задать вопрос. Есть же люди, которые светят свои лица, и мы их знаем не только по именам, но еще и по лицам, а есть же те, которые находятся вне внимания прессы. Вот хотелось бы, чтобы те партизаны, которые находятся сейчас в Херсоне, в Херсонской области, все-таки ввели какой-то облик... Учет. Учет, спасибо большое, облик-то. Тех людей, чтобы действительно, когда настанет время освобождения Херсона, чтобы они оказались все-таки на территории Украины и отвечали за все, что они сделали. Это возможно? Эти фамилии, чтобы они все-таки были собраны до того, как произойдет освобождение нашего Херсона? А так абсолютно и есть. И по каждому району Херсонской области, не только по областному центру и по всей области, а такая статистика партизанами ведется, и она постоянно заносится в базу. Партизаны каждого района дают гауляйтеров и такую своеобразную сетку оккупационной власти, которую они создают в тех или иных населенных пунктах. То есть такая статистика ведется. Каждая база такая наполняется. От каждого населенного пункта до района и областного центра. Ни один предатель не останется незамеченным. Каждый предатель понесет обязательно ответственность. Еще раз говорю, партизаны так и говорят. Мы видим каждого, придем к каждому. Каждый понесет ответственность за свои действия. Вы только что видели на экране кадры центра паспортизации, где, я так понимаю, производится выдача российских паспортов. И вот на этих кадрах мы видим людей. Насколько это происходит добровольно? Что вынуждает людей брать эти паспорта? Или это как-то насильственно? Или это какая-то необходимость для выживания? Есть ли у вас информация о том, какое количество приходит в эти центры? Паспортизация происходит следующим образом. Во-первых, заявления на паспорта заставляют людей писать под пытками, когда их незаконно удерживают. И такие факты довольно-таки много доносят люди из оккупированных территорий. Они говорят, просто другого выхода не оставалось. Мы там после недели пребывания и трех дней голода и четырех дней пыток тотальных просто были вынуждены подписывать эти заявления. То есть таким образом выбиваются заявления. Другого рода заявления выбиваются из людей, которые работают на коммунальных предприятиях. То их под угрозой увольнения, это вот как раз такой отправной точкой незаконного задержания городского головы Калыхаева, послужило перевод коммунальных предприятий на расчет в рублях и на зарплату в рублях. То как раз под угрозой увольнения людей заставляли. То есть если ты продолжаешь работать в коммунальном предприятии либо в предприятиях бюджетной сферы, то люди вынуждены выбирать. Либо они все-таки выезжают на подконтрольную территорию, либо если они не могут по каким-то причинам выехать, то они увольняются и остаются без средств к существованию. То если по учителям и дошкольным учебным заведениям мы все-таки обеспечиваем эти выплаты, то по коммунальным предприятиям обеспечивать заработные платы людям нет возможности. И тут оккупанты ставят условия. Если ты хочешь продолжать работать, ты подписываешь заявление на выдачу российского паспорта, и соответственно за тобой сохраняется рабочее место и выплата в рублях. И третья категория – это предприятия, которые коммерчески оставшиеся работать и сотрудничают в той или иной мере с оккупационным правительством. Для них оккупанты ставят определенный план. Сколько заявлений от количества работающих человек на получение паспорта должно быть предоставлено, иначе оккупанты не дают им разрешения на работу. То есть эти разрешения на работу продлеваются каждый месяц, и соответственно каждый месяц оккупанты ставят условия для собственников предприятий по переходу количества сотрудников на получение российского паспорта. То есть это все происходит абсолютно вынужденно, под разными, как мы видим, такими соусами. Но оккупанты вынуждают и толкают людей на этот шаг. Принуждение я хотела уточнить у вас из недавней информации. Окупационные власти Херсонской и Запорожской областей заявляли, что будут выдворять людей за дискредитацию и фейки российской власти. Мы помним, как вывозились люди принужденно, некоторые, конечно, сами, чтобы спасти свою жизнь, и из Мариуполя. Как происходит данная ситуация с Херсоном? Нет ли насильственного вывоза людей? И есть ли какой-то учет, чтобы потом можно было найти, куда их вывезли и вернуть их на родину? Ну, этот документ был, действительно, он появился в унисон как раз с документом Запорожской области. Документом его тяжело назвать, потому что это больше пропагандистская бумажка, по-другому назвать невозможно. Вы знаете, люди, которые не согласны и которые не могут жить в оккупации, и они просто хотят выехать, дайте возможность людям выехать. Дайте возможность и сделайте гуманитарные коридоры, где бы они были защищены. Дайте возможность правительству Украины предоставить транспорт для того, чтобы вывезти людей. Потому что очень много людей, находясь сейчас в оккупации, просто не могут собрать. Сейчас поднялась стоимость проезда, и иногда перевозчики берут до 8 тысяч гривен, если выехать в сторону Васильевки с одного человека. И люди просто последние деньги достают для того, чтобы выехать. И тут, знаете, как бы дайте возможность вывести наших людей из оккупации, и никого выдворять не надо. Потому этот документ в стиле 30-х годов, его больше называли документом депортации, носит не больше, чем пропагандистский характер. Если бы была возможность у нас эвакуировать людей, мы бы их эвакуировали и предоставили бы и жилье, как это сейчас предоставляется для людей, которые выезжают через Васильевку. В Запорожье создан такой гуманитарный хаб, где дается и временный ночлег, и помощь в оформлении материальной помощи и продуктовой помощи. То есть это сейчас все организовано в Запорожье, потому что это единственное место, куда люди, выезжая из Васильевки, сразу попадают. Поэтому если бы была возможность выезжать через другие пункты пропуска, то люди бы это делали добровольно, и мы бы помогли организовать выезд этих людей, которые не могут находиться в оккупации. Спасибо вам огромное, Сергей Владимирович, что оперативно подключаетесь к нашему эфиру. От вас всегда ждем подробностей и, конечно же, желательно позитивных новостей. Я думаю, вы понимаете, о чем я говорю. Спасибо большое. Сергей Хлань, депутат Херсонского областного совета на прямой связи с нашей студией. Был.